Группа ГАЗ открыла сверхсовременную литейную линию, и в этом любопытном, но малоинтересном большинству телезрителей событий скрыто другое. Новое производство вдобавок будет выпускать заготовки для дизельных двигателей. Итак, на мощностях Горьковского автомобильного появился Нижегородский литейный завод. Это производство имеет полный цикл от плавки металла и изготовления стержней до финальной обработки отливок. Основная специализация промышленной площадки — крупногабаритные чугунные отливки для силовых агрегатов. Это в первую очередь заготовки блоков цилиндров и головок блоков для двигателей внутреннего сгорания. Также завод может отливать маховики, картеры, тормозные диски, корпусы коробок передач и многое другое. Сейчас продукция НЛЗ поставляется Горьковскому автомобильному, Канажскому автоагрегатному плюс двум моторным заводам — Ярославскому и Ульяновскому. Но нижегородцы уверены, что скоро литейкой заинтересуются и другие заказчики. Производственная площадка включает четыре ключевых участка — стержневой, формовочный, плавильный и обрубной, на которых трудятся 260 рабочих. При этом ЛНЗ также займется локализацией дизельного двигателя. Его выпуск, как стало известно телеканалу Автоплюс, через несколько месяцев начнется на нижегородской площадке группы ГАЗ. Сами газовцы пока скрывают, что это будет за мотор, но уточняют — современный турбодизель адресован легким коммерческим автомобилям Газель и Соболь, которые сейчас оснащаются дизелями Каменс и бензиновыми моторами УНЗ. Логично предположить, что ГАЗ локализует именно Каменс, ведь китайский завод, где делают эти движки, принадлежит компании Фотон — давнему партнеру российского автопроизводителя. Но нет, представители группы компании уверяют, что нашли другой агрегат. Кстати, в портфеле нижегородцев добавок имеется недавно разработанная механическая шестиступка, так что они смогут выпускать комплексные силовые агрегаты — двигатель плюс коробка. Как только сборка моторов будет запущена, его наверняка начнут предлагать и другим автомобильным маркам. Например, УАЗу, которая давно ищет экономичный двигатель для своих хантеров и патриотов. И это было бы здорово, ведь дизельный ЗМЗ-514 вышел откровенно неудачным, а заграничные дизели оказывались слишком дорогими. Главное, чтобы сам ГАЗ захотел продавать силовые агрегаты своему давнему конкуренту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова